Касмжумар Тукаев встретился с Папой Римским. Это первый официальный визит нашего президента в Ватикан. Глава Казахстана выразил признательность Папе Франциску за его активные усилия, направленные на прекращение очагов конфликтов. Понтифик же поблагодарил Касмжумар Тукаева за вклад в обеспечение мира и согласия. Лидер нашей страны подчеркнул, что Казахстан дорожит своими давними партнерскими отношениями со Святым Престолом и пригласил принять участие в очередном съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Полностью разделяя ваши устремления, убежден в том, что мы, несмотря на все наши различия, должны объединиться для продвижения идей мира, постоянного диалога между культурами и религиями, развития на благо людей всех вероисповеданий. Еще есть время для выражения доброй воли, еще есть пространство для ведения переговоров, еще есть возможность для проявления мудрости. Касмжумар Тукаев, президент Республики Казахстан. Также глава Казахстана встретился с гендиректором продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО Цюй Дуньюем. Касмжумар Тукаев подчеркнул, как важно обеспечить глобальную продовольственную безопасность. Рассказал об объеме нашего экспорта пшеницы, который достигает 6 миллионов тонн. Благодаря этому мы входим в десятку крупных производителей зерна и муки. Еще лидер нашей страны затронул проблему Аральского моря и предложил создать субрегиональное отделение организации для Центральной Азии в Казахстане. В заключении встречи Касмжумар Тукаев представил гендиректору плоды алматинского апорта и заявил о намерении вывести сорт на мировые рынки. Кроме того, наш президент встретился и поговорил с группой казахстанцев, которые работают в продовольственной и сельскохозяйственной организации. А накануне глава Казахстана достиг больших договоренностей на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Сейчас товарооборот между нашими странами приблизился к 15 миллиардов долларов США. Цифры подкрепляют тот факт, что Казахстан для Италии главный партнер в Центральной Азии. Сегодня я могу с уверенностью сообщить вам, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам. Итальянские бизнесмены вложили в экономику Казахстана более 7 миллиардов долларов прямых инвестиций. В нашей стране работают более 300 итальянских компаний. В этот раз с итальянским партнером договорились о строительстве в Женаузене гибридной электростанции. Общие цели и проекты президент Казахстана и премьер-министр Италии закрепили в совместном заявлении. Судя по заданному рабочему тону, Астана и Рим становятся ближе. А в скором времени это подкрепится еще и открытием прямых рейсов из Астаны в итальянские города.